Как вас зовут, полное имя? Максим. Митро Фаенко Максим Сергеевич. Год рождения? 1978. Мы почти одногодки, я с 81-го. Откуда сами родом? Тульская область, Новомосковская. Город, да? Город такой. Это большой город? Большой, да. Сколько? Порядком 300 тысяч. Какая должность? Сейчас у меня должность начальника отделения. А погоны? Подполковник. Старший офицерский склад? Да. А начальник отделения, какие войска? Как сказать, технических. Технических? Да. Но Минобороны, Арафия? Минобороны. А когда зашли в Украину? 7 сентября. Вот, это 20 дней назад почти, да? Да, 20 дней назад. А через какую область? Откуда заходили? Область Харьковская. Харьковская область, направление какое? Купян, на Купянск. И стояли в Купянске, да, 20 дней? Нет, не стоял 20 дней, я 7-го уже числа попал в плен. В тот же день, да? Да. Обстоятельства? Двигался с колонной грузовых автомобилей. И с этой колонной, колонну обстреляли, вот живые оставшиеся, через некоторое время попали в плен. Я понял. А какие цели ставили, когда заходили сюда? Перед вами ставили, как перед официальным? Ну, скажем так, сопроводить колонну, убедиться, что она достигла цели. А в колонне что ехал? Грузовые автомобили с имуществом. Каким? С определенным имуществом. Ну, каким? Определенным. Вооружение? Это не вооружение было, нет. А что? Я не хочу отвечать на этот вопрос. А в чем проблема? Проблем никаких нет по большому счету. Наркотики? Нет, не наркотики. А что? Военное имущество просто. Военное, да? А цель перемещения этого военного имущества? Цель перемещения военного имущества, чтобы оно добралось до получателя и все. А получатели, что с ним должны были сделать? Держать при себе. Использовать для чего? Давайте оставим этот вопрос по возможности. Хорошо. Сколько денег платили? Вы контрактник? Понимаете, в чем дело? Я просто военнослужащий, который одним днем заехал на территорию Российской Федерации. Поэтому мне за то, что я пребывал на Украине, не платили ничего. А вообще, ну, какая зарплата у вас? Время от времени, ну, скажу, достойная. Сколько? Ну, я не разглашаю размер своей зарплаты, потому что... Это же государственные деньги. Я понимаю вас. Это же государственные деньги. В чем тайна? Ну, то есть вы же не частная военная компания? Нет, это не тайна, на самом деле. Ну, хорошо. А в чем проблема? Вот вы первые военнослужащие, которые не хочут сказать, какая зарплата была. У меня сумма, ну, порядком 70 тысяч рублей в месяц. Это более-менее где-то так, в этих пределах. Это фигня. Ну, кому как. Мне достойно. Нет, я вам отвечаю, это фигня. Ну, подполковник, ну, здесь эти дефритеры рядовые по 150 получают, по 200. Да, бывает. Ну, то есть, это фигня. Я первый раз слышу такую низкую зарплату. У офицера, ну, то есть, подполковник. Да, подполковник. Два варианта. Или вы обманываете, или реально мало. Ну, как сказать, я не обманываю. 70 тысяч? Около того. Хорошо. 7 сентября? Да. Вот, на 7 сентября, когда вы зашли, для вас то, что происходит в Украине, это спецоперация или война? Нам это назвали спецоперацией. А вы как думаете? Я считаю, спецоперацией. А вы как думаете? У меня недостаточно сведений называть это войной спецоперацией. И у меня нет такого образования, чтобы обосновать, что это либо война, либо спецоперация. Здесь нельзя бросать словами. Поэтому я не готов сказать, что это такое. Назвали спецоперацией, мы все слышим, говорим слово спецоперация. Сергей, вы меня извините, вы подполковник. Да. У вас нет образования, чтобы это назвать? А какое у вас образование? А что такое война? Что такое война? Да. Я вас прошу, вы военный. Я же выезд. Я военный, вот в рамках того, что называется войной. Нет, это не война. А что это? Со стороны Российской Федерации это не война, это спецоперация. Почему? Ну, то есть спецоперация для чего тогда вопрос? Ну, логически. Для чего, я не знаю. Не нашего уровня обсуждать эти вопросы. Не то, что даже дело не в уровне, я не знаю зачем. Мы люди, которые выполняют приказы, нам отдается команда. Мы их и должны выполнять. Сергей, у вас высшее образование? Да. Для офицерского, старшего офицерского склада. Ну, то есть, там такой низкий уровень, короче, образования в России, что... А что вы заканчивали? Что, вы не можете думать? Вот сами. Нет, я могу думать прекрасно. Я вам говорю про другое. То, что сейчас говорить война или спецоперация, я все-таки со стороны России, я считаю, что это спецоперация. Ну, хорошо. Ну, продолжаем тогда. Я вас спрашиваю. Ну, цель спецоперации? Ну, цели спецоперации нам не доведены. Ну, как не доведены? Ну, Путин выступал... Ну, потому что, возможно, я уровень тот, который просто недостаточно знает, должен знать, что какие цели окончательные должны быть спецоперации. Да хоть какую-то херню там Смородский. Ну, типа, защищать людей Донбасса, потому что там бомбили. Ну, вот это все, короче, это все теле... Я не готов сказать. Вы даже этого не хотите сказать, да? Я не то, что не хочу, я не готов сказать. Я не знаю. Что, вот... Смешно, Сергей. Ну, подполковник не знает, для чего он заходил в Украину. Хорошо, поставим по-другому вопросу. Я понимаю, что вы... То есть, вы надеетесь быть обмененным, да? Ну, есть такая надежда. Есть такая надежда, да. Я думаю, что вы знаете, что был большой обмен. Да, не так давно. Да, не так давно. Более 200 человек, 250 со стороны Украины обменов. Ну, я не слышал так по радио, что это край мокрой все. Ну, хорошо. Вам говорили, что это фамилия Медведчук? Медведчук. Да, я в каналах Украины видел эту фамилию, когда мог посмотреть когда-то. Знаете, кто он? Медиамагнат, миллионер, что-то такое. Да. Но самое важное, кто он? Что может быть важнее для него, не знаю. Я вам скажу. Это кум Путин. Кум Путин. Может быть. А это самое важное, правда? Да, возможно, но я не знал, что он. Хорошо. Медведчука обменяли на 200 украинцев. Вот ваше мнение как офицера. И вы надеетесь быть обменены? Среди них много азовцев. Ну, значит, наше руководство решило, что это целесообразно. Вы согласны с этим мнением? А тут уже не мнение. Если вы говорите, что это правда, значит, это так. Вот это уже произошло. Да. Ну, чисто... Я вас спрашиваю чисто по-человечески. Вы подполковник русской армии. Чисто по-человечески. Да. Чисто по-человечески. Просто не слышал. У меня не было возможности это услышать. Ну, что могу сказать? Досадно. Обидно? Не, не обидно, правда, досадно. Почему? Ну, а досадно... Что ты еще можешь сказать? Больше сказать нечего. Ну, можно матом что-то выразить. Да нет. То есть, хватит досады. Досадно. Вопрос. Вот сейчас... Много, когда украинцы зашли в... Отбили. Да? Это же украинская земля. Изюм. Купенск. Украинская эта земля? На территории Украины. Ну, вы, как подполковник, зашли в Украину, правильно? На территорию Украины. Да, я был на территории Украины. За международным правом. Кто вы? Сложно сказать. Это вас не учили, да? Тут очень размытые понятия. Хорошо, ну, на ваше мнение. Ну, давайте, какое ваше размытое понятие? Я военнослужащий Российской Федерации, который в ходе спецоперации выполнял подставленную задачу. На территорию суверенного и независимого государства? На территорию Украины, да. Это независимое государство? Ну, независимое. Суверенное? Да. То есть вы, как военнослужащие Российской Федерации, зашли как оккупант? Слово оккупант, понятие, наоборот, мне непонятен, поэтому я не буду подтвердать. Не знаете его, да? Хорошо, ну, по-другому тогда. Вход на территорию независимого государства. Как назвать? В вашем понятенном аппарате. Просто заезд на территорию независимого государства. Ну, то есть это, ну, как бы, норма для россиян, правильно я понимаю? Нет, тут не норма. А, тогда что? Ну, как сказать, что была поставлена задача, я задачу выполнил. Вот это все. Все-таки военные – это люди, которые должны думать. Конечно. Правильно, вы, как подполковник, должны думать. Конечно. Да, то есть то, что я сейчас слышу, не знал, выполнял задачу, без образования, понятие, наоборот, мне не дает этого делать. Выполнял задачу, да? Нет образования – это про что? Ну, вы сказали мне, что нет образования, чтобы понять все эти вещи. Ну, это же записано все на камеру. Да нет, я говорю, не нет образования. Потому что меня этому не учили. Ну, вы не понимаете, что вы делали на территории Украины, правильно я понимаю? Нет, не так. Хорошо, что вы делали. Я ехал выполнять задачу, которая мне была поставлена. Какая задача? Что находилось? Чтобы проводить военное имущество по территории Украины. Для чего военное имущество перемещали на территорию Украины? Я еще раз спрашиваю. Это независимое суверенное государство, у которого есть у вас свои вооруженные силы, своя территория. Выполнял поставленную мне задачу. Заехали воевать? За 70 штук? Ну, грубо говоря, в том числе, да. Спасибо. Вы один из немногих, который вы вызнали за баблом, ехал убивать. Нет, не ехал убивать никого. Но если бы 7 числа не взяли, то бы убили, наверное. Но защищаться же нужно, да, вы на территории суверенного государства. Вооруженные силы защищаются Украину. Это же нормально, правильно, со стороны украинцев? Если бы меня не взяли, меня бы убили, конечно. И вы бы стреливали, защищались и так далее. Сейчас вот показывают кадры Сизюма, Скупинская и так далее. Вот я просто вас спрашиваю как офицера. Я мало разговариваю с офицерами, да, например. Плюс к тому, с подполковником, это старший офицерский склад и еще раз подчеркиваю. Зачем русские убивали гражданских, бомбили города и так далее? Ну, вы говорите, ну, спецоперация. Вот это все признаки спецоперации, то, что русские здесь творят. Зачем? Цель? Я не убивал граждан. Я не говорю о вас. Я не стрелял в города. И вот то, что вы мне говорите, стрельба в города и так далее, я не слышал об этом. Вот я слышал об этом от вас, я вижу об этом по лучшему телевидению. А русские этого не знают, да? Сложно мне про это сказать. У нас в СМИ такого нет. А что в СМИ русских вы видите? Ну, я давно не вижу. До 7 сентября показывали выполнение задач вооруженными силами Российской Федерации в ходе спецоперации. А почему решили стать военным? Вот почему свою жизнь с вами решили связать? Ну, мне было это интересно. Что там интересно? В армии. Да. Там много интересного. Например? Вот, например, самое интересное. Ну, для меня техника, работа с техникой, логистикой и многие другие вопросы. Ну, это можно было где-то на СТО пойти работать? Можно было? Техника, работа. На СТО ее не обслуживают. А какая военная техника? Ну, различные артиллерийские системы. Вы артиллерийились, да? Нет, я специалист другой области, инженер. Хорошо. Ваше мнение как офицера. Почему русские проиграли на Харьковском направлении? Знаете, я не могу ответить на этот вопрос, потому что у меня русские проиграли на Харьковском направлении. Этого посмотрел вчера в новостях, вроде как. До этого ничего этого не слышал. Ну, Купинска бит. Изюм отбит. Сейчас идет наступление на Лиман. Вам эти назвы много говорят. Много. Я не верю, что вы их не знаете. Как подполковник. Просто 20 дней просидел в СИЗО. За это время многое поменялось, наверное. Как вообще условия вот здесь? Кормят? Кормят, конечно. Хорошие условия? Нормальные. Нормальные, да? Сморные, да. Вот сейчас показывали азовцев, которые вернулись с русского плена. Да? Там большие проблемы. Они вес потеряли. 40-60 килограмм. Что можете сказать в сравнении с этим, что вы говорите? Они были не толстые. 40-60 килограмм люди... Ну, я могу открыть, показать, типа, сравнение фотографий. Да нет, зачем? Верить? Они не были толстые. Они были нормальные, комплектация и так далее. Сейчас они очень худые и так далее. Нет, здесь кормят нормально. Я думаю, 40-60 килограмм здесь не потеряет никто. А почему так русские с пленными украинцами? Не готов сказать, я там не был. А вы гордый, что вы русский солдат? Не понял. Вы гордый, что вы русский солдат, я так понимаю? Вот, ну так, как бы сообщение. Скорее, да, чем нет. А чем гордиться? Да, ну, сейчас не знаю, чем мне гордиться. Я в плену. Да нет, ну не про плен говори, ну вообще. Ну, как бы. А почему? Я представитель Вооружённых сил Российской Федерации. Которые убивают в другой стране. Не только военных, но и гражданских. Которые мародевают. Которые насилуют женщин. Которые бомбят города и стирают с лица земли. В этом гордость русского солдата? Нет. А в чем? Вы мне говорите просто вещи, в которых я не участвовал. Ни готов ответить, ни замородел. Но вы понимаете, вы же старший офицер русской армии. Конечно. Да вы говорите, что вас не интересовало то, что вам приказывают, правильно? Нет, почему меня интересовало? Конечно, интересовало, что мне приказывают. Но политикой вы интересуетесь. Но дело не в политике. Нет, ну это же политика. Это геополитика. Правильно? Вот то, что делает русский в Украине. Это, несомненно, вопрос, имеющий вопросы геополитические. Но мы-то военно не занимаемся геополитикой. Вы делаете эту политику? Ну, я как маленький-маленький винтик машины, наверное, где-то в чем-то делаю. То есть политикой вы не интересовались, какое имя? Ну, там мало интересного говорят про политику. Но вы часть политика заинтересовалась вам. И то, что вы клянули, это тоже интерес политики к вам. Это тоже маленький винтик политики, да. Вы часть политики. Вот с таких маленьких винтиков, так его называют. Хотя вы не маленький винтик, вы человек при погонах. Вот с этого и как бы слаживается большой ребус. С таких, как вы. Ну, тут затрудняется ответить на ваш вопрос. Недостаточно образования. В данном случае нет. Просто вопрос, чем горжусь. Чем ты гордился, да. Сейчас плену пока. Ну, назовите чем. Сложно ответить. Ну, видите, вот. Полуконий не может ответить, в чем гордость русской армии. Ну, то есть... Я просто спрашиваю, мне интересно. Вот лично, как украинцы, как журналист. В чем гордость? Не готов ответить сложным. Вы говорите о целях. Ну, то есть, вам не доносили. Вы выступление Путина видели? Двадцать четвертого утра февраля. Нет, конечно. А, февраля? Да, февраля. Да, я видел. Там были несколько целей поставлены. Ну... Знаете такое слово? Геноцификация. Да, но в данном случае, что это имелось в виду, мне сложно сказать. Потому что геноцификация... Да ладно, не буду умничать. Мне, как военному, непонятно, для чего это делается. В каком... Не то, что для чего это понятно, может быть понятно, в каком объеме что-то должно выполняться. Ну, в конце концов, это же не моя цель. Это ваша цель? Вы сейчас это цель? Ну, у меня цель более узкая была. Какая? Заработать деньги просто, чтобы сарапатом сделать? Ну, это глупость, это заработать деньги. А жена-дети есть? Да, жена-дети есть. Сколько детей? Двое. Сколько лет? Шесть и двенадцать. Жена знала, что захотел в Украине? К сожалению, нет, я не успела написать. Задачу получил ночью. А что она вообще... Ну, то есть вы с ней общались, а это все... А что она думает? Ну, она не сторонник того, чтобы я заходил в Украину. Заранее этот вопрос с ней был обговорен. Так в смысле? Там война уже идет... Ну, много. Ну, так получилось, что я первый раз заехал седьмого сентября. Какая вообще жизнь в России, там, где вы живете? Нормально живем. Нравится? Да. Унитазы есть? Конечно. А зачем тогда русские? Вот сейчас показывали, это, мне кажется, в Купинске. Тут сняли унитаз на Новой Почте. Ну, и много унитазов, которые что возили, и телевизоры, и так далее. Там даже лифчики показывали женские, забирали солдаты. Проблема с этим. А это не является каким-то фейком, нет? Нет. Нет. Ну, я даже не представляю, зачем нашим военнослужащим унитаза у нас вроде как везде своих хватает. Ну, просто спрашиваю, интересно. Может, там проблемы с унитазом. Телевизоры, если кто-то тащил, то, может быть, это имело место. Какие-то личные интересы. Мне как военнослужащих унитаза, я даже затрудняюсь ответить. Это же важный предмет домашнего быта. Да у нас вроде хватает унитаза. Я не знаю, спрашивайте. Нет, не знаю. Хорошо, Сергей. А смотрите, вот спрашиваю тоже как подполковника, вот, чтобы понять. Грубо говоря, вот, вы не понимаете, что такое деноцификация, демилитаризация. Понимаете, что это такое? Демилитаризация есть даже, как это называется, понятей на аппарат. Ну, вот, вы тоже ехали делать демилитаризацию. Ну, это же тоже Путин объявил. Демилитаризация, не готов сказать, как это бы происходило. Но, опять же, это не мое, не моя линия. Хорошо. Вы часть линии? Маленький кусочек. Ну, почему? Немного больше, чем эти все, что здесь. Вы все-таки подполковник. Здесь немного подполковника. А вот еще такой вопрос. Вот, Россия сейчас, грубо говоря, да? Одна. Ну, она изолирована. Ну, это вы знаете. Ну, скорее, иначе нет. Да. Изолирована она, да, в мире? Вот, все страны, как бы, поддерживают Украину. Вот, если мы возьмем, грубо говоря, вот, ну, говорится о каком нацизме, о каком-то нацизме, который, как бы, присутствует в Украине, да? Вот, когда мы сделаем аналогию, например, со Второй мировой войной, да, ту, которую вы называете отечественную, потому что для нас она, она начала с 39-го. Это разные вещи, Вторая мировая и Великая отечественная война. Хорошо. Ну, то есть больше у нас, ну, то есть Вторая мировая 39-й, отечество, она там 41-й, то, которое вы называете, да? И вот как исторически сложилось. Немцы остались одни. Да? То есть весь мир ополчился на ней. И вот сейчас даже есть термин, который о России говорят. Не фашизм, а расшизм. Да? Вот то, что делает русский. Вот, как бы, по аналогии. Что можете сказать? Вот почему мир поддержал Украину, да? Вот, ну, как бы, хорошо, согласимся, что у России какие-то благородные цели, да? Хотя, ну, для украинцев это идиотист полный для всего мира. Почему мы не поддержали Россию, поддержали Украину, да? Может, все-таки русские это фашисты современные? Нет. Почему? Потому что фашизм, когда мы говорим о фашизме, я, конечно, слабо в этом разбираюсь, но когда мы говорим о фашизме, мы говорим о нацизме. Не о национализме, а именно о нацизме, правильно? Это разные вещи. Это разные вещи. Ну, нацизм где родился? Ну, в моем понимании, в Германии. Ну, это исторический факт. А фашизм? В Германии. Может, Виталий? Не понял. Может, Виталий? Знаете, кто? Да, да. В Солене согласен, да. Вот видите, какая проблема с образованием? Даже чтобы реализовать генецификацию, не хватает этого всего. И в этом случае мы, получается, сравним те понимания, понятия, которые сравнивают между собой, не должны? Ну, вы убиваете украинцев? Германия, Россия. Ну, а почему нет? Ну, как бы украинцев вы убиваете, цель вы не понимаете. Ну, то есть вы как? Вы говорите про меня лично. Да. Я общую цель не понимаю, да, в принципе, наверное, не должен понимать. Кроме того, что сказали, вот эта генецификация, возможно, не случилось, где милитаризация. Более глубоко цели нет. И в то же время говорить, я убиваю. Да ни у кого не убиваю. Ну, русские убивают. Вы как часть армии. Вы как старший офицерский склад. Но это же не какой-то там, извините меня, фиг с горы. Да? Ну, подполковник, который ничего не понимает. Что дальше говорить? Почему ничего не понимают? Ну, вот. Ну, вы играете словами. Я не играю словами. Мы можем еще раз вернуться к этим вопросам. Я смысла не вижу, если вы не хотите отвечать. Я не играю словами. То есть мы через интервью стараемся, вот, например, может, ну, что-то украинцы поймут, может, что-то русские поймут. Вот для чего делаются эти все интервью? Я вас понял, но связи с нацистской Германией, я думаю, в данном случае проводить как-то немного неверно. Потому что у них была совсем другая национальная идея. Какая? Ну, насколько нам давали в школе, что это господство на всем миром. Над всем миром? У них это понятие, типа, и барманша, суперчеловек, да? Ну, тогда... Ну, если, ну, хорошо, ну, например, русские тоже не признают такой страны, как Украина. Почему не признают? А зачем зашли? Ну, то есть, ну, они уничтожают или... Я признаю, что есть такая страна Украины в Коевом мире. Ну, вы признаете, да? А зачем зашли? Вот в чем проблема? То есть деноцификация, это несостоятельный аргумент, вы это сами, как бы, признали. Ну, зачем? Я не признал, что это несостоятельный аргумент. Ну, вы его не понимаете. Я его не понимаю. Зачем зашли, я не готов сказать. Зачем зашли военно? Военному отдан приказ. Военное его выполняет. я так понимаю что это так происходило в том что случилось вторую мировую войну виноват только гитлер сновиден за слишком много мнений историков поэтому хорошо мы ваше мнение но то что стул случилось во вторую мировую войну тут нельзя говорить тоже случилось все перевозил по полный геополитический инициатор этого было несомненно гитлер хорошо назвите мне военный конфликт такой большой интенсив интенсивный после второй мировой войны который был европе или мире даже такого масштаба значимости у нас больше не был конфликт правильно есть независимая страна и суверенная украина правильно да которая как бы уже существует 30 лет советский союз распался до развитие да еще один страну в мире который интересны территории в двадцать первом веке которого интересно вот жару вот территория интересна территории вот чтобы захватить территорию назовите мне странами я уверен что такие страны есть достаточное количество назвите на память у меня сразу возникает израиль какая территория не хотят захватить они не хотят за у них как таково нет общего единая граница например сирии они постепенно какую территорию захватывает израиль ну вот он хочет захватить я не знаю я не вызываю я в россии вы называете израиль но я вас спрашиваю какую территорию они хотят за они расширяются в сторону сирии как расширяются кто стороны конфликта в сирии был я не готов вам сказать или были да где сирии но где в составе российской группировки войск в атаке я не буду говорить где а цели какие цели просто работа в составе российского контингента как специалист хорошо ну то есть человек был сирии в не говори до израиля хорошо углубляем тему я готов я не готов но я уверен что любая страна интересует том числе не только геополитически но и касаемо расширения своей страны назвите ее кроме россии я знаю только одну страну которая поступает как дикари 18 столетий веке которая хочет захватить другие территории назвите мне еще одну страну хочет захватить другие конечно а я не знаю а крым что она сделала области донецкой луганске а то что она делает с херсоном прошел референдум и в курсе сегодня у нас чек смотрел хотят то есть будут присоединять даже не область а часть вот вам пример единственно чему мы говорим чужой тиваль и если со слов что из проходит референдум давайте не буду по этому поводу спорить это получится демагогия это бред ну то есть войска стоят короче и референдум проводится это что референдум это свободное волей явления граждан своей страны правильно кого украинцев данном случае так подъезд касаемо херсона так понимаю да нет там запорожская область и запорожской херсонская до солнца запорожская да ну то есть это волей заявление украинца правильно ну данный момент да да под дулами русских автоматов какой-то салон русских там а что там русские делают находятся там суверенно независимой сказать что сейчас идет голосование в ходе голосования него есть кадры где солдатами ходят да есть кадр снимали по подъездам это могут ходить как сопровождающие а для чего это свободно от чего под бандитов от каких не знаю даже оператор уже вот этого бред не может от каких что там были бандиты показать я не готов вам сказать я там не был новостях сегодня был вчера вечером сегодня нам показывают новости да в новостях показали то что идут под подымовое голосование по подъездное их спровождает военнослужащие вы все сами прекрасно видеть но ташкадра это не смонтировал я не готов сказать почему то происходит были участки голосования нет тоже под голосу я вам я вам говорю мы сейчас вопрос стоит какая другая страна пытается захватить территории кроме россии мире назовите ее как подполковник говорит что и россия у меня нет данных что россия пытается захватить территорию максим серьезно вам погоны дали конечно за это за что за это что россия пытается захватить территории вы оккупировали части украины и вам не удалось киев захватить чернигов и так далее потому что вооруженные силы украины крепче оказались да вы хотели снесли как бы ну власть украинскую законно избранную свободно избранную демократически избранную поймите вы мне сейчас говорите свое мнение а что не моим не это факт ну это то что вы считаете фактом до смысле у меня таких фактов да я с русскими много здесь говорил и грозе башили по черниговом под херсоном да они говорят да мы захотели ну так то есть там тоже нет одну цели мы не знаем и так далее вот они заходили это ну как бы живые люди сейчас мобилизация в россии в курсе даже до 300 тысяч человек говорят нам есть вилка до миллиона что мы с ним сказать хотите что-то сказать как подполковник вооруженных сил российской федерации и маты кому которых мобилизует да многие едут в грузию казахстан сейчас около 6 тысяч где-то выехал или в европу только это чем сбежали бежали хотите что-то сказали да я думал хочу ничего так скажите да я думаю чем сказать да нет ничего им говорить пусть едут хотят пусть едут выполнить свой воинский долг какой не знаю пока какие задачи поставить смешно ты не очень для вас да ну вообще ничего объяснить никто не может наверно потому что просто не общаясь всеми людьми которые видят всю ситуацию в целом если даже уже старший офицерский склад не видеть ситуации хоть частично то я сомневаюсь что что-то будут говорить да не наверху знают конечно хорошо наверху вот сейчас много говорят ядерном ударе я не верю в то что он стоит не я уверен что вооруженные силы российской федерации способна к этому но как-то причина ядерного удара на данный момент она путин проигрывает россия проигрывает но это не причина даже если она так происходит это не причина нанесения ядерного удара многие например украинцы не верили что россия нападет она напала я лично не верю что я буду общаться здесь с подполковником максимом офицером российской армии нет я не готов стать по этому поводу да наверное способна но причина смыслов я конечно не обсуждаю но думаю этого не произойдет а причина нападения были в данном случае снова слово нападение я его давайте упустим этот вопрос причина нанесения ядерного удара просто еще за собой столько всяких проблем и не только в этом нет причина сама по себе нанесения ядерного удара я считаю что мне кажется он не будет